Девушки отдыхают 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 Ты ложись ты! Вилка, ты чего? Криска, а в карманах ничего не было? Блин, вот самозванец! Кто? Да папа мой! Говорил ясновидящий, а сам... Вилка, там под подкладкой что-то было, посмотри! Ложись! Лежите все! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда пришли громилы, Dima попытался спрятать ампулу и засунул ее ко мне в карман. А Марине он говорил, что нашел в салоне золотую жилу, а Костику, что должен спрятать одну вещичку. Ну Вилка, ну что это за штука? Ну покажи мне, пожалуйста! Нет! Ну, ну Вилка, ну пожалуйста, ну я тебя очень прошу! Кристи, это... 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 Это усилитель роста волос! Понимаешь, я хочу, чтобы у меня волос назад отросли! Все, иди домой! Не шали! Наверное, дело было так. Дарьяна переписывалась с Димой, хотела закрутить с ним роман, и чтобы заинтересовать его, похвастала знакомство со знаменитым Колобаковым. Выбылкала какие-то сведения о лаборатории, где производят красную ртуть. Ну, например, как туда можно проникнуть? Короче, Дима выкрыл ампулу и стал искать покупателя. Нашел этого Мартына, они забили стрелку в салоне, но Дима последний момент передумал. Наверное, решил, что продешевил. Да, поняла. Ну, где-то в семь я заканчиваю, и, значит, в девять уже буду, Омар... у вас буду. Так, это что такое? Аллопеция! Сделайте мне, пожалуйста, лечебную маску! Никакая у тебя не Аллопеция! Карин, пойми, их всех убили! Диму, Марину, Ирину Петровну, Костика! Да что ты несешь-то, дура? Да, Риан, вы тоже убьете, а у меня нет зацепки, кроме тебя! Чего тебе от меня надо? Адрес Мартына. Я не знаю никакого Мартына. Знаешь ты Мартына? Да не знаю! Знаешь, поэтому и перепугалась до смерти, когда я сказала про Чердынцеву! Так, а охрана? Ты что, Карин, не надо, Карин, ее же убьют! Один день остался, ее же убьют! Тут дамочка подстричься хочет! Карин, не надо, ну подумай, убьют же человека, Карин, ну ты чего? Ой-ой-ой, не надо, я сама, а! Вы что, ребят? Ай-ай! Дочь! Чего с байком-то стряслось? Умер! Па, а ты чего? Тебе же вообще за руль не разрешили садиться! Скучно дома сидеть, к людям тянет! Опять сумасшедших будешь лечить? Психами я сыт по горло! Нормальных, ой, прости, людей возить буду! Слушай, пап, а помоги мне сегодня, подвези одну мою подружку! Чего-то я беспокоюсь за нее, она, она прям такая, трясется прям аж вся! Это нервы? Да! Это у нее от общественного транспорта, а денег на такси нету! Вот сегодня весь день работает, а вечером еще на халтуру! Ну, в общем, поможешь, да? Ладно! Пап, только не перепутай, она такая вот, губастенькая! Ох, темнишь ты что-то, дочка! Что-то ты задумала! Пап, ты давай лучше за дорогой следи, ладно? А в моих мыслях не копайся, этого не надо! Во-во-во, сюда! Пап, только, пожалуйста, не проговори, что это я тебя послала! А то он очень гордый, засмущается и не поедет, хорошо? Все, пока! Пока! Так, 256 за краску, потом 800-ую вкладку я ей сделаю, 10% моей получается, да? Ну, может быть, 10%. Так, кто еще, кто еще? Еще двое у меня были, один мужик... Здрасте! Здрасте! Машина подана! Какая машина? Дешевое такси, полтинник в любой конец! Мы не вызывали! Ох, елки! Диспетчера, что ли, опять напутали? Слушай, а это правда 50 рублей? Да! А что так дешево? А юбилейные скидки, таксопарку 20 лет! Слушай, а в Малаховку меня не отвезешь? Так, какая Малаховка? Мое такси, я заказываю! Тьфу! На-ка, чемодан! Тарасов, 50, знаешь? Конечно! Поехали, я опаздываю уже! Пожалуйста! Мужик, тачка-то развалится сейчас! Да водить ты что-то не умеешь! Не нервничай! Не нервничай! Сейчас музыку включу! Чё это за старьё такое? Ты знаешь, не формалы-беспредельщики По трассе ездили, потом распались Слушай, а давай погромче? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Добавь двадцаточку за скорость Держи, Шумахер Это те за беспредельщиков Кто там? Я парикмахер Кто? Карины из салона 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 Молодой человек! Голубчик, на Воробьёво горы отвезёте. На Ленинский, что ли? На Воробьёво. Ну, хорошо, поехали на Воробьёво. Здравствуйте, я помощник парикмахера из салона. Какой ещё помощник? А, Карина, средства... Вот, от Алапеции забыла, а я привезла. Заходите в дом, спускайтесь в подвал. Спасибо. 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 что, что я про Человечий бегу узнала… Какие бега? Ну, это когда спорят двое, скажем, на миллион баксов… Нехило. Да. Что их лошадь сможет раскрыть преступление. Как это лошадь раскрыть преступление? Как собака-ищейка? Ну, это человек такой, ну, на перов обычно ставят, или там, на журналюк каких-нибудь… Хандру как рукой сняло, ржач невероятный! Таким образом, я поручикалась с Вероникой Бавари. Ну, в миру с Веркой Кузнецовой. А она у вас что, типа букмекера, что ли? Правильно мыслишь. К ней приходили люди, называли своих лошадей, делали ставки. Ну да, мне Костик говорил, что у матери салон для прикрытия. А откуда берется лошадь? Ну, игрок ее сам находит. Я вот тебя нашла. Меня? Ну, постарайся, Вилка. Ну, ты же можешь, Вилка. Так, стоп. Давай, гаси все это. Синечка, пожалуйста. Синя. Давай, давай, давай. Синя, давай, давай. Ну, тебя проверили, конечно, биографию, там все такое. И, в общем, получилось, что ты по всем статьям подходишь. Упертая, нахальная, детективы сочиняешь. Ну, чем не лошадь? Ну, жених вот только мент. Да и тот в Англию свалил. Ну-ка. Вероничка, правда, мой выбор не заценила. Значит, получается, никакого похищения не было? Ну уж извини. Фу, как скучно. Ничего себе скучно, я бабки могла потерять. Знаешь, лимон баксов это и для меня, между прочим, очень много. Ты представляешь, какой кайф, какой адреналин. Угу, вагон. А кто против меня поставил? А вот этого я не знаю. Противника Вероника ищет, я его знать не должна. Почему? Ну, правила такие. Сценарий у нее уже был готов. Фишку с красной ртутью она вообще давным-давно придумала. Да ладно, придумала, об этом в газетах писали. Во народ, им понапишут, а не верят. Ты хоть помнишь, как газета-то называлась? Так да, конечно, сейчас. Желтуха, кажется. Вот именно, Желтуха. Вероника сама писакам эту утку подкинула. Ну и таким образом появляется статья о красной ртути, академике Колпакове и криминальных авторитетах, которые за ртутью охотятся. Но вот только дальше, дальше все пошло наперекосяк. Димка, придурок, виноват. Ха, Димка, великий дракон. Да каракатится он, а не дракон. Когда пришли громилы, он должен был тебе в руку сунуть эту ампулу с красной ртутью и сказать, беги, Багира. Потом ты обнаруживаешь разгром в моей квартире, после этого ночной звонок, все, понеслась лошадка. Подожди, значит, Димка знал, что я лошадь? Ну ясен пень, Димка человек Вероники. И бандиты, они тоже были не настоящие? Естественно, но только бандиты-то все правильно сделали, а вот Дима... Да, Дима, ну да, он сунул ампулу мне в карман куртки, а куртка, она уехала на дачу. Да, и все пошло через задницу. А по моим расчетам, ты должна была в первый же день пойти в редакцию Желтухи, выяснить, что за красной ртутью охотится некто Мартынов, дядька с уголовным прошлым, покрутиться в злачных местах, выяснить, где берлога этого Мартына и примехонько заявиться сюда. Ну, ну хорошо, но... А почему ты тогда мне сразу по телефону не сказала, отдай Мартыну ампулу с ртутью? Зачем надо было твердить про какую-то вещь? Ну потому что Мартын рядом стоял. И чего? Ну как чего? Мартын это неподкупный арбитр, который следит за выполнением правил. А по правилам игрок не может связываться с лошадью, не может подсказывать ей во время игры. Ты не поверишь, Мартышка со мной только что в сортир не таскался. А как же вы узнавали, что со мной происходило? А вот это самое интересное. О... Кокуты. Ой, какая штучка. Да ты не сюда, смотри, туда. Круто, да? Слушай, я уже где-то видела эти штучки. Не подводи меня, Тараганова, я с этим мужиком на пять часов договорилась. У него дома чай, кофе и все такое. Здравствуйте, а позовите, пожалуйста, Анжелу. Ой, я с каприсла. Точно. Блин, а кто их туда? Целые бригады работало. Мы слушали, куда тебя несет. Еще и слушали. Дай сюда свой диктофон. Ну. Микрофончик вмонтирован. Ты говоришь, Вероника слушает, звонит пацанам. Они выезжают на объект, размещают технику. Ну, а догнать тебя, сама понимаешь, как перегнать. Было несложно. Такие мониторы есть и у Вероники, и у конкурента. Слушай, я надеюсь, вы у меня дома камеру не ставили? Нет. Мы думали, что хватит камеры на твоей ветровке. Но ты ее отдала своей кризиске. Вон чего показывает. О, какие молодцы, а. Хотели установить повторно? Не вышло. Ну, все равно мне тоже было понятно, что ты двигаешься совсем не в ту степь. Время шло, а ты продолжала искать вещи. Ты раскрыла шулерский бизнес, квартирные аферы, а денежки мои тем временем уплывали на белом пароходе. Ну, тогда я решила нарушить правила и помочь тебе, но это между нами. Ну, короче, я же тебе говорила, что Мартын меня не отпускал ни на шаг. Ну, тогда я что придумала? Я пошла в ванну, закрыла дверь, включила воду. А в ванной у меня окно. Ну, и, короче, я вылезла в это окно. Ну, остальное все уже было делом техники. Я знала, где камера, и от нее избавилась. А потом я просто написала в записной книжке адрес Мартына. И вернулась обратно. Ну, я нашла там только телефон Костика. Ну, правильно, что зря я старалась. А вот пролистала бы ты хоть чуть-чуть дальше. Все же таки балда ты, Тараканова, такая балда. Да чего балда-то? Я же нашла, в конце концов, ртуть. Ну, нашла. А времени на поиски Мартына уже не оставалось. Да, если бы не Карина. А она знала, что я лошадь? Ну, сначала нет. Но она была в курсе Вероникиного бизнеса. Это же она мне разболтала про человечий бега. А я зашла в салон просто постричься. Ну, я думаю, что мадам Карине приплачивает за то, что она заманивает богатых клиентов. Подробности-то ее, конечно, не посвящают. Она же трепло страшная. Да, мне она тоже много чего растрепала. Но когда я сказала Чердынцева, перепугалась страшно. Еще бы! Она чуть игру не срывала. А мадам бы за такие вещи по головке не погладила. Она-то дамочка серьезная. Но Карина была моей самой последней надеждой. Моей тоже. В смысле? Ну, я решила предпринять еще одну попытку помочь тебе. Ну, это не нарушая правила. Я видела, что ты едешь в салон. Но было понятно, что в этот раз Карина будет держать язык за зубами, что ты из нее ничего не вытянешь. Ну, а связаться-то с тобой я никак не могла. Но никто, даже Мартын, не может мне запретить позвонить своему собственному парикмахеру. И тогда минута в минуту, видя, как я вхожу в салон, ты позвонила Карине и вызвалась сюда к Мартыну. Ну, конечно, ты услышала конец разговора и дату умкала, слава тебе, Господи. Все-таки не зря я на тебя поставила. Хорошая ты лошадь тараканула. Ну, хотя, по-моему, с Каринкой все-таки жульничество. Ничего себе жульничество. А конкурент мой какое душегубство устроил. Какое? Ну, как какое? Куда ты не придешь, ни одного человека уже нету. Дима, Марина, Ирина Петровна. Да, кстати, вот это вот было очень здорово. Что здорово? Ну, актеры эти офигительные. Ну, это же просто супер. Им в кино надо сниматься. Кому? Ну, этим всем. Ну, вот, ну, где они тут? Димка, Маринка, Костик. Надо же, так натурально все. Понимаешь, конечно, обидно быть лошадью, но разыграть такое-то действительно просто супер. Слушайте, правда заплатить миллион не обманут? Да не боись, дадут. Угу. Кстати, что-то они там долго копаются. Пойду проверю, привезли ли бабки. А я... А ты посиди здесь, Тараканова. Пять процентов твои. Пять? Угу. Пятьдесят штук. Да ладно, мне... Круто. Ты что делаешь-то? Ликвидирую лошадь, приказ мадам. Да ты что, она ж дурная совсем. Думает, что все живы. Тараканова. Это была не игра Их убили Убили по правде Ну и бестолочь же ты, Тараканова Ну дошло до тебя Ну молчала бы себе в тряпочку Предупреждали же Дам микрофон Не надо Хорош, Мартын, не трожь мою лошадь Иди домой, Дарьяна Ренатовна Сами разберемся без тебя Отпусти лошадь, тогда уйду Клеш не убери, она же в ментуру прямиком пойдет рассказывать Вы чего? С ума сошли что ли, а? Вы что? Да никому она ничего не расскажет Правда, Тараканова? Не сходи с ума, Дарьяна Ренатовна Подожди, мы не договаривались людей убивать Ясно? Отпусти лошадь, тогда уйду Лучше чем дынца, валя от себя Да ты никого наехал, шестерка Психи ненормальные Дарьяна Ренатовна Дарьяна Ренатовна Карина, врубай ингаля Ну ты чего, не надо Каринка, не смей Карина Каринка, тебя мадам по стенке размажет Каринка, не надо, Каринка А нечего было нас с ним свои дела совать Тараканова Ты что? Убийца! Вы что, а? Эй! Эй! Я же живая, а? Бабочка! Бабочка! Выпустите меня! Выпустите! Помогите! Мама! Помогите! Помогите! Еще, Тараканова Конец фильма Мама! Мама! Ааа! Ой! 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 Мамочка! Это не мама! Это диггер! Кто? Иди сюда, давай быстрее, пока не угорели, в сумку, давай быстрее, откроемся в клубах Давай, 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 да не бойся ты, даже если погнались заблудятся, давай Я сам здесь плутаю, все старые особняки связаны подземными ходами А там-то, там-то ты как начутился, а? Так я же тебе говорил, я оттянул кабели к их этим, блин, мониторам, я же работаю на них Ой, какая же абулатура А я тебе говорил, что вещи с изнатки выглядят по-другому Фу, тебе сюда Пойдем вместе, рабочий день-то кончился Фу, мой дом здесь Как это? Фу, знаешь, в мире, где ставят деньги на живых людей, а потом травят их газом, мне делать нечего Фу, а может быть ты здесь останешься? Не, у меня там папа и Куприн Ну, давай подсажу Здесь Живешь, черт знает куда Мне на Воробьева надо Давай, голубчик, вы куда? Знаете что, уважаемый, вы идите, а я... Безобразие Я приехал Ой, пап, а ты что, меня ждешь? Тебя, дочка Ты что-то неспокойно мне было Подружка у тебя какая-то Ты с ней не дружи больше Я не буду, па А поехали домой, я устала так Поехали, дочка Поехали 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тараканова, ты не забыла, что тебе через неделю рукопись сдавать? Попов, родной, ну дай отдохнуть человеку. Ты не человек, Тараканова, ты лошадь. А мадам сказала, что лошадь должна умереть. Попа! Ну что, подруга, как там наша лопеция? Вилка! Вилка, что, страшный сон приснился, да? Да нет, она газов глючных нанюхалась, а клематься не может. Нет, не уйти. Вилочка, Вилочка, их всех арестовали, честное слово. А, Вероника, а конкурент, а? Не надо, не волнуйся, все будет хорошо. Ленинит! Ну что вы молчите, вы же отец! Ясновидящий, в конце концов! А, сейчас, сейчас, сейчас. Вижу рядом с ней человека в милицейской форме. Это и я вижу, это Куприн. И я тоже вижу. Вот он звонит. Куприн! Куприн! Привет, Тараканова! Как ты? Плохо, Куприн. Что случилось? Ну не молчи, говори. Велик. Велик у меня сломался. Ну, у них нэч. Сейчас приеду, все починю. Вот только тетю одну арестую. Оу, экскьюзь ми, экскьюзь ми. Нигде никого нет. По агентурным данным, объект должен отбыть этим рейсом. Иди ищи, Петров. Я уже везде искал. Повторяю, никого нигде нет. Лучше смотреть надо. Иди ищи. Ой, господи. Извините, извините. Извините, Богородяй, извините. Извините. Извините, пожалуйста. Не надо долгаться. Извините, пожалуйста. Мы сейчас все подберем. Извините. Мы все соберем. Извините. Да, да. Окей. Вилка. Спасибо. Спасибо, ребята. Окей, окей, окей. Just a moment. Just a moment. Неужели в United Kingdom собрались гражданочка Бавари? А? What? Являетесь поклонницей творчества Виолы Таракановой. А я, знаете ли, тоже почитываю. Бикса отстойная, ваша Виола Тараканова. Я до сих пор понять не могу, как эта шняга малолетняя могла меня обскакать. I don't understand, гражданочка Бавари. Не понимаю, что значит обскакать. Да? Это элементарно, другое. Чайник, а ты кофейник, понял? Пройдемте. Минуточку, джентльмена. А Мишку? А сумочку? Прошу. А багаж? Юра, багаж? Так вот. Вера Кузнецова сыграла против Даши Ивановой. Да? По улицам ходила большая крокодила. Которая поставила на Виолу Тараканову. Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела. Да, Вилка. Противником Дарианы Чердынцевой была Вероника Бавари. Подельников ее взяли. Солом прикрыли. Но ловкая мадам сумела скрыться. И направилась в Англию. Где ее ждали денежки. Не. Вероника букмекер. На этот раз она решила сменить амплуа. Уж очень безнадежной показалась ей лошадь Чердынцевой. Эмилион сам плыл к ней в руки. Ты что-то путаешь. Этого не может быть. Нет ничего. Невозможно. Нет. Понимаешь, ведь это противник Чердынцевой велел убить. Диму, Марину, Ирину Петровну, Анжелу, Костю. А Костя сын Вероники. Не может же мать убить собственного сына. Не может. Поэтому Костя жив. Нет, он мертв. Я своими глазами видела. Подумаешь дело. Киллер ведь был у Вероники на службе. Что она велела, то и выполнял. А велела она сделать Костюку укол сильнодействующего снотворного. А уж потом накинуть на шею удавку. Для вида. Ну, а подкупить санитаров вообще не проблема. Потом Костика сонного погрузили в самолет. Личный мамин. И отправили за границу. Личный мамин. Личный мамин. Личный мамин. Может, тогда и остальные все живы, а? Дима, Марина. Нет. Их Вероника убрала. Погибли все, кто знал, что ее сын Голубой. Только Анжела случайно уцелела. Зачем? Она ведь могла это сделать безо всякого пари. Наняла бы того же киллера. Про нетрадиционную ориентацию сыночка Вероника узнал совсем недавно. От шантажистки, Марина. В это время уже шла подготовка к пари. И она решает одним выстрелом поразить две цели. Избавиться от свидетелей Костиного позора. Раз. Запутать лошадь и получить миллион. Два. Это она велела Диме. Так спрятать ампулу, чтобы пустить меня по ложному следу. Хм, да. Дима, кстати, не знал, что хозяйки известны. Его отношения с Костей. Да как же, подожди. Ведь это они с Мариной шантажировали Веронику. Это Марина шантажировала. Она выкрала кассету у брата, а Дима тут ни при чем. Он, разозлившись на то, что сорвался план, женить бы Костя и Марины, запросил с Вероники баснословный гонорар. За очередное участие в пари. Квартиру в жилом комплексе Зеленый Бор. Вероника, не моргнув глазом, согласилась. На самом деле, она прикупила эту квартирку для себя. Но, чтобы не злить налоговую полицию, оформила ее на имя Яковлева. Жена которого, Антонина, работала на автомойке, смотри, но не трогай. Правильно. После нотариус за небольшое вознаграждение, то есть взятку, оформил дарственную на имя мадам и... И... я не понимаю. Что ты не понимаешь? Зачем надо было убивать Яковлевых? Тоже из-за пари, чтобы меня с толку сбить? Не только. Они тоже были нежелательными свидетелями. А мадам Бавари, как заправская хозяйка, готовила несколько блюд одновременно. В одной кастрюле помешает, другой посолит. Олег, я есть хочу. Прошу. Извините, но девушка не прошла фейс-контроль. Девушка исправилась и будет вести себя прилично. Милиция гарантирует. Я, че слово, больше не буду. Это я от творческого кризиса на людей бросалась. Органы мы, конечно, уважаем, но эту барышню обслуживать не будем. Желаю удачи. Держи. Тише, тише, тише. Па, а как ты догадался, что мы голодные придем? А я не догадался, дочка. Я прочухал, что вас не солнохлебавший с кафе попрут. Осторожно, папа, петушка зашибет. Нет, дочка. Она не петушка. Она меня зашибет. Пап. Ой, дочка, все, меня нет, я кончился. Что, прям совсем тебе плохо, да? На вот еще ложечку. Все. Все чакры закрылись. Ну вот, а у меня к тебе столько вопросов накопилось, ах ты, а. Давай быстрее, дочка, может, может, успеем, может, че осталось. Так, где взять запаску для велика, станет ли Куприн генералом, и сколько лет дадут Чердынцевой? Сейчас. Ой. Нет. Нет, ничего не осталось. Запасное колесо у меня в гараже. Генералом я не стану. Ты, Тараканова, меня раньше изведешь. Чердынцевая от двух до пяти светит. Бавари, лет на пятнадцать побольше. Вот так. Да, Тараканова. Ну, а эта Тараканова ты совсем загнула. Во-первых, их поместили в разные камеры. Во-вторых, после кормежки посуду сразу забирают. А что касается хлеба... Слушай, ну не будь занудой, Куприн, а? Ну, не знала я, чем закончить. А Попову, кстати, понравилось. Да? Да. Ну, ладно, тюремный гольф это еще куда не шло. Но этот твой диггер и подземное море... Так, диггера я попрошу не трогать. Он существо реальное и осязаемое. Между прочим, мне спас жизнь. Ну, допустим, допустим. Но морей-то подземных не бывает. Почему нет? Это такая нормальная геологическая аномалия. А балеринки твои, которые морду бьют, это из какой области аномалия? Слушай, Куприн, А ты знаешь, что оценивать литературное произведение в категориях бывает, не бывает, это удел малообразованных и ограниченных людей. Во! О как! Ага, вот так. Скажи, пожалуйста, а вот это что? Посвящается Жеке Иванушкиной. Ну, а что? Хороший человек, я и обещала. А мне, Тараканова, ты обещала в криминал не соваться. С этим как? Посвящать книгу человеку, который пошел на должностное преступление. Это аморально, Тараканова. Все. Ладно, Куприн. До свидания. Нет, не все. Тараканова, в 32 главе написано про общество глухонемых. Так, не трогай 32 главу. Я сейчас потрогаю не только 32 главу. Тараканова, вот скажи мне, при чем здесь общество глухонемых? Что, писать больше не о чем? Не о чем писать больше. Нет больше ни мужчин, ни женщин. Это литература. Это не литература. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова